Особое мнение на 101FM Корректор А.Кулакова Здравствуйте, обращаюсь к КТК или водоканалу района ЦМ Нет горячей воды третий месяц Должны же быть какие-то нормы по ремонту Каждый раз сроки переносятся Почему администрация города не наказывает поставщиков услуг Все бы ничего, но это каждый год И до глубокой осени нет воды И не надо писать, поставьте водонагреватель И будет вам счастье Я хочу, чтобы горячая вода всегда была по факту Но я знаю, что многие жители города пользуются правом И законной возможностью обратиться в надзорные органы Когда спустя две недели горячая вода не появляется Но, увы, вот эта ситуация, она продолжается Из года в год, из года в год И нам обещают что-то там периодически Что все наладится, потерпите Периоды отключения горячей воды Будут все сокращаться и сокращаться Но, увы, этого мы не наблюдаем Что происходит, Андрей? Ну, во-первых, вы упомянули о том Что можно обратиться в контролирующие органы Однако, сейчас у нас моратории На проведение таких проверок Да, внеплановых проверок По обращению гражданам Граждан и других лиц Если эти обращения не связаны с угрозой Жизнью и здоровью То есть отсутствие горячей воды не воспринимается Некая угроза жизнедеятельности Поэтому, вот, даже по своему случаю Когда, там, с 22 апреля по 3 августа Наш многоквартирный дом был без горячей воды Контролирующий орган В лице государственной жилищной инспекции Ответило, что мы ПАО ТПлюс выдали предостережение То есть это некая такая Ну, это пальчиком погрозить, значит Ай-яй-яй, вы смотрите, там люди без воды Так больше не делайте Так больше не делайте Но никаких штрафов, санкций, предписаний Ничего нет Вот, поэтому, конечно Недобросовестные организации Не только эти обоснабжающие Но и другие организации, которые занимаются И снабжением холодной водой И так далее Они пользуются этим мораторием И специально или не специально Затягивают эти сроки Вот, потому что мы понимаем Что ресурс электрической энергии Которые тратятся, если мы включаем водонагреватель Он стоит намного дороже Чем одна геокалория Если бы мы потребляли горячую воду из трубы А не из водонагревателя А что касается... То есть накладнее получается, да? Для людей, для семей Да А моратория, он долго будет длиться? По-моему, до 1 октября До 1 октября этого года Вот, а что касается отсутствия горячей воды Это, конечно же, что это не единственный случай В этом году, на мой взгляд, их стало больше Вот, и те обещания, которые были нам даны Летом 2019 года При заключении консессионного соглашения Когда тепловые сети, я напомню, передавали В концессию То есть от аренды От арендных отношений ушли И передали в концессию Мы за эти 3 года не увидели Какого-то снижения Снижения количества аварий Бесперебойности подачи горячего водоснабжения Улучшения качества теплоснабжения Мы видим только рост тарифов И с 1 июля мы его увидели на 8% То есть что происходит На тепло На тепло, да Да, то есть что происходит И я думаю, что контрольные органы И надзорные органы в данном случае Должны в этом случае разобраться И внимательно посмотреть Не получается ли так Что мы просто стали платить больше В связи с заключением Консессионного соглашения Вот пока я вижу Что получается именно так Ну так это же С другой стороны логично Заключая это соглашение И понимая, что Большие средства будут вкладываться В том числе Часть какая-то будет перенесена В расходы нас с вами Так? Она практически вся и была Перенесена в расходы нас с нами И почему-то мы за свой счет Ремонтируем муниципальные сети Опосредованно через теплооснабжающую организацию Но ресурс большего и лучшего качества Мы не получаем То есть мы не видим результат То есть за что мы платим То, что выросли аппетиты У теплооснабжающих организаций В связи с инфляцией Там стоимостью стройматериалов Там со стоимостью заработных плат Это мы видим Но мы не видим улучшения То есть Когда мы поднимали неоднократно вопросы По децентрализации системы теплооснабжения То есть там, где это экономически целесообразно Строить какие-то квартальные газовые котельные Небольшие свои местные пункты Да, это небольшие Которые будут обеспечивать ресурсом Там, где это возможно Изначально проектировать крышные газовые котельные То есть на крыше дома Своя котельная Которая круглый год обеспечивает горячей водой И отопление ты можешь включить, когда захочешь И отключить, когда захочешь То есть эти все варианты есть Но эта схема Но это более затратно Я вам скажу так Трудоемко Что где-то это более затратно Но есть определенная группа потребителей Которая готова, условно говоря Платить на 100 рублей в месяц больше Но иметь горячую воду круглый год Без отключений Без отключений И получать отопление в том объеме Чтобы обеспечивалась нормативная температура воздуха в квартире Вот если это будет стоить на 100 рублей дороже Но у тебя все будет Есть часть потребителей И она совсем не малая Которая на это готова Которая заплатят эти дополнительные деньги За то, чтобы комфорта не лишаться круглогодичной Чтобы таких ситуаций в летние месяцы не происходило Но ресурсников, я уж не знаю Так, наверное, огульно ругать все-таки не стоит Они же говорят о том, что предпринимают некие шаги Например, несколько лет назад Впервые город был разбит на секторы Больше, чем обычно Когда Отключение горячей воды Происходит поэтапно По каким-то микрорайонам, микрокварталам Положительный шаг хотя бы В сторону улучшения ситуации Ну, это внутренняя хозяйственная деятельность организации Они могут работать по разным схемам Организация работы может быть любая Самое главное, чтобы потребители, которые платят деньги Нам-то ведь деньги так просто никто не дает И стоимость услуг по отоплению За отопление и за горячую воду автоматически Никто не снижает, если этого ресурса не было Надо обращаться к исполнителям коммунальных услуг В тепловодоснабжающие организации Там электросетевые и так далее Чтобы они составили акт О том, что не было с такого-то дня Такого-то месяца По такой-то день Коммунальные услуги Тогда будут делать перерасчет Не всегда они стремятся это сделать Надо писать в контролирующие органы Пишем в контролирующие органы Получаем ссылку на мораторий И в лучшем случае предостережение Ай-яй-яй, да, вот как мы вначале говорили Поэтому здесь должна быть полная корреляция То есть, если потребитель платит Он должен получать услуги Надлежащего качества и в полном объеме А вот в вашем случае, да В случае с вашим домом Вот это предостережение и все Больше ресурсники никак не отреагировали Хотя бы, не знаю, извиниться, выйти Или еще раз там напомнить о том Что мы работаем, мы стараемся И вот определенная дата Когда мы все-таки подадим горячую воду Ну, это вы сейчас такое сказали Как будто из какой-то параллельной вселенной Ну, идеальный какой-то вариант Сейчас, да, нарисовал прям Там была еще проблема Потом в конце с передачей Бесхозяйных сетей В администрацию города То есть у нас ведь зачастую есть случаи Когда управляющая компания И ресурсоснабжающая организация Не могут поделить между собой ответственность За то, кто отвечает За те или иные участки Тепловых сетей, водопроводных, канализационных Вот, и поэтому Вот такие споры возникают Управляющая компания не хочет делать Ресурсоснабжающая организация Говорит, нам ее не передавали Ни в концессию, ни в аренду Эту сеть И поэтому вот пока спорят Потребители страдают То есть такого не должно быть Должно быть так, что администрация города Если обнаруживая, что Участок какой-то сети без хозяина Должна его принимать И включать в реестр муниципальной собственности И уже в соответствии с законодательством Передавать ресурсоснабжающим организациям На обслуживание, ремонт и так далее То есть после этого Эти организации должны сразу же приступить К выполнению работ То есть там по замене и так далее Вот пока у нас эта система Не отлажена настолько быстро и эффективно Чтобы мы не задавались этими вопросами То есть нам приходится вот эти вопросы задавать Писать Там иногда обращаться в суды Чтобы свои права защитить или восстановить И к сожалению Вот это повторяется из года в год То есть получается сейчас жители города Которые уже долгое время без горячей воды остаются Они заложники ситуации Получается, что так Ничего пока не сделают Пока действует мураторий, по крайней мере Да И опять же вот эта тема с монополистом С единственным поставщиком услуг Ну который работает И собственно Насколько он это эффективно делает Насколько быстро или наоборот Неэффективно и небыстро Мы все от этого зависим Ну в данном случае Да, но в данном случае Это плюс Он не Это не монополист Потому что у нас Много теплоснабжающих организаций В городе Кирове Просто он занимает Так называемое Доминирующее положение Да Вот Но конечно Для большей части Это единственный поставщик И мы к сожалению Не можем выбирать себе поставщиков Ни тепловой энергии Не электрической И так далее То есть например Рынок не конкурентен Его вообще нет Этого рынка Вообще да Да Вот например В каких-то европейских странах Ты можешь купить Там зеленую энергию То есть по тем же самым проводам По тем же самым столбам Если это столбы А не под землей Ты выбираешь Зеленую энергию Она там чуть подешевле Но зато тебе определенные Зеленая энергия Это Ветрогенераторы Например Да Ветрогенераторы ГЭС Энергия отливов И приливов Там солнечные панели Тепловые насосы И так далее Вот Но есть определенные Там субсидии Преференции И так далее А городская администрация В этом случае Она как вот в идеальном варианте Должна себя вести Ведь все мы живем В одном городе Да Люди ежедневно Должны ходить на работу Воспитывать детей То есть заниматься Своими обычными делами И горячая вода Это тот самый ресурс Который помогает нормально Городу функционировать Функционировать И людям На твой взгляд Недостаточно чиновники Уделяют городские В настоящее время Этому вниманию Могли бы как-то Поторапливать Более жестко что ли Действовать В отношении ресурсников Да Я считаю что могли Потому что Есть постановление Администрации города Кирова О порядке вывода Там тепловых сетей В ремонт Ну это Такое как бы Простое название Но там Это юридически Для меня звучит Но суть в чем Что в этом постановлении Указано Что Рекомендуемый Срок Ремонта Составляет 14 дней Есть список Тепловых сетей Которые запланированы Например На 2022 год Там тоже эти сроки Но они уже конкретные То есть Вот если ты попал Вот если твой участок Тепловой сети Например Попал в этот перечень То у тебя должны В течение двух недель Сделать А если не попал То срок для Теплосомжающей организации Рекомендуемый Вот Поэтому у нас Остается только Одно Постановление Правительства Номер 354 О правилах Предоставления коммунальных услуг Которое говорит о том Что нельзя отключать Срок больше 14 суток Вот И вот Где-то администрация Могла бы более Такую волю свою проявить И постановление сделать Более императивно Вот избавиться От этих вот Рекомендательного характера Вот этих вот Коррупциогенных факторов Где вроде бы Рекомендательное Вроде бы Обязательное То есть непонятно Должно быть четко Понятно и конкретно Вот В противном случае Такие документы Вообще не должны Проходить антикоррупционную Экспертизу В прокуратуре Да Не веселая такая ситуация Остается только ждать Когда горячая вода Вернется в те дома Где она сейчас отсутствует Ну тут наверное Закономерно и логично Было бы перейти Тоже к смежной теме Это подготовка К отопительному сезону Тоже с горячей водой Напрямую связано На днях Администрация Областного центра Напомнила Что управляющие компании Должны до середины До 15 сентября Получить паспорт О готовности К отопительному сезону Однако на данный момент Прошли проверку Только лишь 6 управляющих компаний И 5 ТСЖ На сегодняшний день К отопительному сезону Готовы только Чуть более 1100 домов В Кирове Это примерно 10% Если я не ошибаюсь Ну можно Наверное 25% 25% За аналогичный период Прошлого года Были готовы Домов В два раза Больше За несвоевременную Подготовку К отопительному сезону Напоминает Администрация Действиям Управляющих компаний Будет дана Соответствующая Правовая Оценка Насколько вообще Сложна процедура Подготовки Многоквартирных домов К зиме И как можно Проводить Максимально быстро И качественно И как не столкнуться Все-таки С тем Что официально Отопительный сезон Стартовал А определенные дома Люди в них Замерзают Ну я думаю Что В свете того Что мы в сентябре Ожидаем Выборы Как и в городскую думу Так и выборы Ну это такой Особенный год у нас Да Это такой Особенный год И по моей информации Управляющим компаниям Дали всем задание До первого сентября Получить эти паспорта Готовности Что такое паспорт Вообще готовности Для понимания С этим же Обычный житель Собственник Не сталкивается Да Абсолютно Это документ Который Выдает муниципалитет Управляющим компаниям На основании Акта готовности Который В свою очередь Выдает Теплоснабжающая организация Она его выдает При нескольких условиях То есть Должны быть Все требования Соблюдены К тепловому узлу Должна быть проведена Промывка Системы Да Системы отопления По дому Да Там Тепловменных аппаратов Должна быть Опрессовка Проведена То есть Подача Теплоносителя Или воды С повышенным давлением Чтобы избежать Какие-то разрывы В отопительный сезон Как помните У нас был 2016 год Да Как Северная часть города Но это была проблема На ТЭЦ Январь Да Да По-моему Где северная часть города Практически замерзала Вот Мы эти все моменты Эти инциденты Мы хорошо помним Вот И поэтому Требования не только Должны быть К управляющим компаниям Да По обеспечению Паспортов готовности По их наличию Но еще и на самом источнике То есть В нашем случае Если мы говорим Про город Киров Основные источники Это у нас ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 И ниже То есть Должно быть Все готово Везде То есть От источника До потребителя ТЭЦ Котельная Тепловые сети Центральные тепловые пункты Местные тепловые пункты Внутридомовая система Отопления Внутридомовая Инженерное оборудование И так далее Вот когда эта вся цепочка Выстроена и готова Тогда конечно Мы проблем не увидим Но к сожалению Получается так Что за каждую часть Этой цепочки Отвечает разная лица Мы не видим Пока вот Такой бесперебойной И надежной Подачи Тепла И в большей степени Горячей воды А рядовой житель Он имеет Возможность Право поинтересоваться А вообще Как на его Конкретном доме Идет подготовка К отопительному сезону Куда позвонить Кого спросить Ну вот Каким-то образом Подумать о будущем А действительно Придет ли тепло В назначенное время Мы же прекрасно знаем Что когда отопительный сезон В городе стартует Составляется график Подключения домов К теплу Как сделать так Чтобы собственно Тепло поступило Действительно в те дни Которые запланированы Я думаю Что надо Заблаговременно Поинтересоваться В управляющей организации О том Какие они меры Предпринимают Для получения Паспорта готовности Такое право есть У каждого Акты готовности Паспорта готовности Они относятся К технической документации На многоквартирный дом И любой собственник Он соответственно В праве ознакомиться С этой документацией То есть Ему не обязательно Что сделают копию В управляющей компании Но он прийти Посмотреть И сфотографировать Это может Хотя бы Хотя бы Я знаю Я знаю Что у тебя Андрей Есть конкретные Интересные случаи Прецеденты По освобождению Людей От платы За отопление Правильно Формулирую Имеется ввиду Котельнич Вот было бы Очень любопытно Послушать В чем там речь Может быть Кому-то Примером послужит Каким-то руководством К действию Мы неоднократно В том числе За микрофонами Вашей радиостанции Поднимали вопрос Когда жители В районах Кировской области Например Такие у нас Были известные районы Как Зуевский Котельнический Советский Которые из-за того Что им Было холодно В своих квартирах Переходили на Автономные источники По отоплению То есть Холодно В том смысле Что Замерзали Температура Низкая температура Подается из котельной То есть Из котельной Подается теплоноситель Которого не хватает На то Чтобы нормально Прогреть жилище И котельная Не может ее Обеспечить То есть Котельная Это работает Люди платят Эти вносят Эти платежи Квитанции Приходят Но холодно Но холодно А тарифы Конечно же В районах Как правило Везде выше Это потому что Ужасные цифры Потому что У них нет Комбинированной Выработки Тепловой энергии То есть Электрической Как у нас На ТЭЦ То есть Понятная эффективность Топливо Очень дорогое Оборудование Устанавливающее И так далее Очень большая На котельных Вот И Они приняли Часть жителей Такого решения Кто-то перешел На электрический котел Кто-то С печками Продолжил Общаться Кто-то Например В Зуевском районе Газовый котел Установил Вот Ну В советском Как правило Тоже электрический Вот И Соответственно Встал вопрос о том Чтобы От центрального Централизованного Теплоснабжения Каким-то образом Отсоединиться Отказаться И Часть этих Собственников Провели Процедуру Переустройства Согласовали С администрацией То что Они уберут Батареи Из квартиры Заизолируют Стояки Которые подходили К этим батареям Заглушат Как говорят Да И соответственно Будут И не будут платить До какого-то Времени Кому-то Везло И Их полностью Освобождали Но в большинстве Случаев Теплоснабжающие Организации Полностью Несмотря на то Что они отключились От централизованного Отопления И от Внутридомовой Системы Они все равно Продолжали Начисление По полной То есть Как будто бы Вся квартира Вся площадь Является Отапливаемой И Где-то Практика у нас Поменялась Там 2008 9 10 11 Годах Пошла На смену И Суды Наши Стали Занимать Позицию Потребителей Где Что такое Произошло Какие-то Новые Нормативные Акты Вступили В силу Или что Да Там Было Постановление Конституционного Суда И Поправки Жилищное Законодательство И Собственникам Таких Помещений Таких Квартир Начисляли Только Так называемое Общедомовое Нужное Отопление То есть За то тепло Которое Они получают От соседних Квартир Которое Сверху Снизу Сбоку Через стены Ну Логично Законы физики Таковы Что Если предмет Нагретый Он нагревает Все вокруг Не только Твое помещение Но и соседа Тоже Да И вот Допустим В том Деле Где непосредственно Участвовал я Но это намного Меньше Они платили Да Они уже платили Намного меньше Да И вот В том случае Где участвовал я В котельниче В котельниче У мирового судьи Там Теплоосомжающая Организация Мягко говоря Повела себе Не совсем добросовестно И Несмотря на то Что собственник Перешел на Автономное отопление Все равно Начисляла Вот Полностью Оплату За всю Квартиру За всю площадь Конечно По итогам Судебного заседания Суд пришел К выводу о том Что Собственник должен платить Только общедомовые нужды Но Перед тем Как это решение Было вынесено Я настаивал на том Что собственники Вообще не должны платить За отопление То есть вообще Нисколько Ни копейки Потому что И никаких Общедомовых нужд И никаких Общедомовых нужд Потому что В подъездах Этого многоквартирного дома Фактически Отсутствовали И приборы Отопления И там Какие-то Стояки Трубы Этого Ничего не было То есть по факту Отсутствовали Общие помещения Не отапливались Не отапливались И как бы За что Они должны были платить А как раз Летом 2021 года Несмотря на то Что по сути Прошел уже год С момента того Как вот Конституционный суд Об этом указал В своем постановлении О том Что собственники Не должны Платить За общедомовые нужды Если в местах Общего пользования В подъездах Нет батарей По простому Судья все равно Приняла решение Вот так сказать Частично В пользу Теплосомжающей Организации И Подав апелляционную Жалобу В Котельнический Районный суд Судья Апелляционной Станции Пришел к выводу Что До этого Судья Ошиблась И отменила Ее решение И полностью Отказала В удовлетворении Исковых требований Теплосомжающей Организации Тем самым Полностью Освободив От того Собственника Эта квартира От платы За отопление И Всех других Собственников Этого дома Которые перешли На автономное Отопление Ну и соответственно Эта практика Теперь Уже Ушла Так сказать В тираж По другим районам Кировской области Которые Ее будут Непосредственно Использовать То есть Зуевский Советский Напомню И так далее В других Местах Котельнического района Ну и в других Районах Кировской области Эти же там Вятские поляны И так далее Там речь-то О каких Шла сумма Хотя бы Чтобы так Понимать По-человечески Была цифра 35 тысяч С одной квартиры С одной квартиры Собственника Который установил Автономную систему Отопления Да По итогам По решению суда Первой инстанции Была цифра Там 10 или 11 тысяч Рублей Ну и по итогам Апелляции Соответственно Эта цифра Превратилась в ноль Вот Тем самым Я считаю Что это один Из важных прецедентов Потому что Такая практика Сейчас я видел Только есть В Калининграде В апреле Была вот А пока В тех базах Которые вот Есть сейчас Да В свободном доступе Других каких-то решений С такой практикой Пока нет Но видимо Речь идет о Каких-то небольших Все-таки домах Хоть и многоквартирных Но Но невысоких Малоэтажных Как выглядят Вообще эти дома Это в данном случае Это был Потому что если сравнивать С Кировым С областным центром У нас По-моему Во всех подъездах Есть Система отопления Радиаторы отопления Подъезды отапливаемые Мы привыкли К этому Я к этому веду Ну вот Даже есть Это некоторые пятиэтажки Там батареи Зашиты в стены А есть Да То есть И в квартире Они в стенах А в подъездах Они зашиты Или не зашиты Мы не знаем То есть Можно это увидеть Только тепловизором Если в подъезд зайти И увидеть Какие-то нагретые Пятна Вот поэтому И В каких-то домах Там средней этажности Тоже я думаю Что такие Случа имеют место быть А в основном Это конечно Думаю Что двух-трехэтажные дома Которые в основном И находятся у нас В районах Кировской области То есть Малоэтажная такая Застройка Еще там Каких годов Да На послевоенных Вот Поэтому там Семидесятых И так далее Шестидесятых На мой взгляд Это может ведь Породить волну Таких отказов От централизованного Теплоснабжения Когда действительно Хозяева будут задумываться Об установке Автономной Системы На твой взгляд Этот процесс Он Активизировался Дальше пошел А в районах А в районах Он активизировался Давно Давно Да Вопрос в том Что вот была неопределенность В плане Оплаты То есть Сколько платить полностью Не полностью Только за ОДН Или За ОДН сейчас тоже Да Можно не платить При определенных случаях Ну да Вот которые мы сейчас Обсудили Вот Я думаю что сейчас Когда Там Собственники Жители Вот Этих домов Будут Более просвещенные Будут знать об этой практике Я думаю что Этот процесс Ускорится Ну плюс Наверное Сарафанная радиоработа Да Когда люди просто Между собой разговаривают И вот Объясняют И делятся Что есть такая возможность Ну в тот день После апелляции Когда вот этому Собственнику Судья принял решение Освободил Ее Да От платы за отопление Там сразу же По телефону По всем районам Знакомые Которые ждали Это решение И у которых была Похожая ситуация Они сразу же Об этом узнали И соответственно Сейчас Эти вопросы Также будут решаться В аналогичном порядке Когда Теплооснабжающие Организации Пойдут в суд За взысканием Задолженности В техническом плане Когда один сделал так Другой сделал так И непонятно что И как это контролировать В случае с централизованным Теплооснабжением Все ясно У всех стояки У всех радиаторы И так далее А вот тут как? Или это все-таки Благо абсолютное? Нет Это конечно Тут есть И обратная сторона Медали То есть Когда на источнике Теплооснабжения По факту Снижается нагрузка Снижается нагрузка На котельную И отпуск Отпуска Тепловой энергии Становится меньше То есть Котельная меньше Начинает Отпускать Тепла Соответственно А затраты Они падают Не в той же степени Как и падает Отпуск Тепловой энергии Поэтому Ты наверняка К тому ведешь Стоимость Получается меньше Тепловой энергии То есть Сумма раскладывается На всех И получается Еще больше Люди начинают Платить Еще больше Те которые остались На централизованных Да Вот Это замкнутый круг Когда нам говорят Ну при той системе Которая у нас Сейчас есть По методу Индексации Да вот этих тарифов Экономически обоснованных Тарифов Вот Это замкнутый круг Когда нам рассказывают Ставьте автоматику В дом Там Автоматику Погодной компенсации Утепляйте фасад И так далее Мы понимаем Что в какой-то Среднесрочной Или краткосрочной Перспективе Мы получим Большой экономический эффект Вот Но в долгосрочной Все то снижение Тепловой энергии Которое произошло Из-за Энергосберегающих Мероприятий Эти все затраты Потом Кладутся В тариф Опять же Здесь Выступают Защитникам В данном случае Для потребителей Это органы Государственной Власти Которые Не могут Как бы Выше индекса Роста платы Граждан Держать тарифы И одновременно Какие-то нормативы То есть совокупный Платеж Не должен быть Из года в год Выше того индекса С учетом повышения От губернатора Вот этой платы Граждан Поэтому Здесь Если же получается Так что Экономически Обоснованный Тариф У ресурсоснабжающей Организации Сильно вырос А для граждан Его поднимать Нельзя То Так называемые Принимают Стандарт Для населения То есть Пониженный Тариф Для населения А вот эту Разницу Между пониженным Тарифом И экономически Обоснованным Уже платится Из бюджета Кировской области Вот Но мы Несколько раз Видели Как на комитетах И законодательного Собрания Эти вопросы Поднимаются Потому что Вот эта Так называемая Межтарифная Разница Составляет Миллиарды рублей Каждый год Огромная Огромная сумма И конечно Вот та Децентрализация Большое количество Источников Тепловой энергии Которая есть В области Низкий Уровень Населения На один Там Квадратный метр Низкая плотность Водитель автономной Некоммерческой Организации ЖКХ Эксперт У нас в передаче Особое мнение Прервемся на рекламу И продолжим Продолжаем нашу беседу С Андреем Воробьевым К теме капитального ремонта Хотелось бы перейти Тоже очень больная тема Тоже много сообщений По этому поводу В социальных сетях Фонд капитального ремонта Делает ремонт В доме По адресу Октябрьский проспект Номер 20 Это тоже я Из социальных сетей Этот пост Выудил Крышу разобрали Никто не собирается Доделывать Уже затопило квартиры В трех подъездах Люки для слива воды Никто не прочищает Все друг на друга Скидывают В общем беда То есть у людей Протекло из-за крыши Из-за дождей И из подъезда Нормально нельзя выйти И вроде как Капитальный ремонт продолжается Что вообще происходит Можно ли привлечь К ответственности И добиться правды Возмещения Убытков В этом случае Андрей Я бы сказал Не можно А нужно Нужно Да Потому что У нас фонд капитального ремонта Так сказать Как генеральный подрядчик Как Как Исполнитель Вот услуг Да И работа по капитальному ремонту Он непосредственно Перед потребителем отвечает То есть Потребитель Собственник Там Жильцы дома Они Могут знать Не знать Какая подрядная организация На доме что-то делает Или не делает Как по Октябрьскому 20 Ну вот Соответственно Все претензии И Исковые заявления Суда Возмещения Ущерба Которое Было причинено В результате Залива их помещения Соответственно Нужно подавать К фонду капитального ремонта Вот Другой вопрос Что Вот тот механизм Который сейчас Есть Компенсации Вот этого ущерба Он мне не совсем нравится В чем суть там? Суть в том Что Ведь это Возмещение ущерба То идет Из тех денег Которые Собственники Накапливают На капитальный ремонт То есть из общего котла То есть Они понесли ущерб И они сами же себе Получается По факту Оплачивают Возмещают Эти вещи Или что? Ну они Не своего кармана Я бы так сказал Оплачивают То есть Ну ранее Они в кармане были Эти деньги Та субсидия Которая выделяется Из бюджета Кировской области Там 50 Там 80 миллионов рублей В год Она идет На административно-хозяйственные Нужды Фонда То есть на зарплаты Там аренду И так далее Обеспечение Жизнедеятельности А вот эти все вопросы Вот эти все неустойки К подрядчикам И так далее И тому подобное Невыполнение работ Поиск нового подрядчика Вот эти все убытки Издержки Возмещение ущерба Они идут все Так сказать Из общей кубышки То есть на мой взгляд За это должен отвечать Фонд капитального ремонта Но не из тех денег Которые носят целевой характер Которые внесли В качестве платы За капремонт Жители собственно региона Да Потому что как раз Вот по поводу Целевого использования Капитального ремонта У меня Недавно Закончилось Судебное дело Где Два раза В кассационном суде В Самаре То есть по сути Два круга Было рассмотрение Рассматривался вопрос О правомерности Использования Денег на капитальный ремонт При ремонте фасада Когда были потрачены Деньги В том числе На текущий ремонт подъездов И когда потребители Ну жители дома Доказали Что капитальный ремонт Сделан на одну сумму С них просят Почти в 10 раз больше То суды сначала Встали на сторону Подрядчика Районный суд Областной Кассационный суд В Самаре Эти Постановления судов Отменил На правильное Новое рассмотрение В областной суд Областной суд Встал на сторону Уже потребителей Сказал что Деньги Со специального счета А не на спецсчете Ну это без разницы Что общий котел Что специальный счет Они все равно Носят целевой характер Должны идти только На те работы Которые относятся Капитальным Их нельзя смешивать Там подмешивать С текущим Как-то завуалировать Вот И вот На днях Как раз Закончилось Обжалование В 6-м Кассационном суде В Самаре Где он оставил Постановление Кировского областного суда Ну без изменения Да То есть подтвердил Законность этого решения Что собственники Не должны Со специального счета Оплачивать работы По текущему Ремонту Вот Это я к чему Это единичный такой случай Потому что вот эти споры Они давно ведь уже идут Текущий ремонт Капитальный ремонт Такой спор Вот О взыскании Долга Да Он Не совсем типовой Вот достаточно много споров Когда жилищная инспекция Выписывает предписания Товарищесам Собственникам Жилья Управляющим компаниям Или кооперативам Чтобы они Восстановили деньги То есть Вернули часть денег На специальный счет Которые были потрачены Например На текущий ремонт Одновременно С капитальным Вот таких случаев много Когда Идут Оспаривают Вот эти вот Предписания А почему бы изначально Не поставить какой-то барьер Какое-то заграждение Что ай-яй-яй Нельзя со спецсчета Тратить больше ни на что Об этом в принципе написано В жилищном кодексе Просто Если вы помните С момента Запуска программы Капитального ремонта Еще кстати До ее запуска Еще в 2013 году В начале 2014 года Я неоднократно выступал В том числе С законодательными Инициативами Через депутатов Общественную палату Чтобы Было четкое Разграничение Между капитальным И текущим ремонтом Вот То есть прошло У нас уже Там По 8 лет Ну почти 10 уже Да Время быстролетит Ну если считать С момента внесения Поправок В жилищный кодексе Главы Про капитальный ремонт То как раз 10 лет и прошло Вот Мы Не видим Пока четкого Разграничения И это все Уходит На усмотрение Судебных экспертов Которые Вот По результатам Экспертизы Говорят Что вот это Капитальный Он стоит Столько-то Это текущий Ремонт Он стоит Столько-то Но мы Как потребители Как жители Ну Не должны Вот В эти все вопросы Вникать Ходить там По судам Спорить с подрядчиками С фондом Должно быть четкое Понятное Прозрачное регулирование И без всякого Собственник Ну и ни в коем случае Не надо Закрывать глаза На эту ситуацию Жители должны Активно Все-таки Действовать Все-таки Правда На их стороне Хочется верить В это Потому что Деньги Это сейчас Единственный стимул Который побуждает Подрядчиков Шевелиться Компании Да Подошевелиться Что-то делать Когда ты говоришь Ну у меня тут Вроде три капли С потолка упало Я тряпкой вытер Вроде бы Ничего страшного Вот Завтра Пять капель упадет Послезавтра Вас зальет Вот Это все Приводит К такому Бездействию Вот этих Исполнителей Которые Ненадлежащим образом Вот Проводят эти работы То есть Надо добиваться Защиты своих прав Всегда В любом случае Ну за исключением того Когда Это просто Экономически Нецелесообразно Или на это Очень надо много Времени потратить Ну Судя по всему Фонд капитального ремонта Собирается Исправить ситуацию Улучшить качество Сроки И так далее Прочие нюансы Проведения этих работ По капитальному ремонту Вот у нас В очередной раз Озвучены планы По ремонту На следующий год Больше 1100 домов 1118 Но мы каждый год Об этом слышим Там какие-то Огромные цифры Планируются И потом по факту По прошествии года Мы видим Что треть Сделано домов Да Но тут еще фактор 650-летия города К 2024 году Нужно все эти работы Провести И там упомянуто Так называемое Золотое кольцо Исторический центр города Где нужно ремонтировать Фасады зданий В первую очередь Вот Ты читай эти планы Эти прогнозы Насколько им доверяешь Ну во-первых Там в 15-16 годах Да Я был Руководителем Рабочей группы ПК Ремонту При общественной палате Где мы Несколько раз в неделю Делали выезды На дома Где проводилось Капитально Освещалось Это все В СМИ Да То есть мы видели Как это все работает Где делают проекты На несуществующие подвалы И так далее И тому подобное То есть Существующие подвалы Замечательно Сейчас я вижу Экономику работы Фонда капитального ремонта Так что Если фонд Капитального ремонта Будет делать Все Все дома То есть все работы По краткосрочной программе По долгосрочной То он просто останется без денег И необходимо будет Подключать бюджет Кировской области Как В порядке Субсидиарной ответственности То есть Кировская область Отвечает за фонд Капитального ремонта Почему Тариф Ну то есть Вот этот Размер взноса На капитальный ремонт Который сейчас 8,70 Да по моему До этого был 8,30 Он особо не растет Он особо не растет По политическим мотивам Ну в последнее время Там на 50 копеек Прирост Да Это потому что В этом году не было повышения То тут выборы То еще какие-то там операции Да и прочее Вот И по политическим мотивам Он не растет А стоимость работ По капитальному ремонту Которая периодически Пересматривается Министерством строительства ЖК Хакеровской области Она Увеличивается Стоимость материалов Стоимость материалов Понятно Используемых при ремонте Используемых при ремонте Да То есть эти все Расценки растут Предельные стоимости Которые фонд Может тратить А сам размер взноса Не растет И вот когда Это Павел Сысоев Там и его команда В 2014 году Экс-руководитель Ну один из экс-руководителей Ну первый Можно так сказать Капремонта Составлял эту программу На основе того Что управляющие компании Присылали данные О необходимости проведения Капремонта В администрацию Администрация Это как-то все В одну кучу собирала Отправляла В тогда еще департамент ЖКХ И Применив Вот межремонтные сроки К этой вот К этому объему бумаг Да Как бы непонятно Кем мы когда составлены На скорую руку Чтобы эту программу сверстать Мы получили то Что Дома Которые заложены В долгосрочной программе Капремонта Должны быть выполнены В тот срок Который там указан И за счет тех взносов Которые сейчас оплачиваются Но По факту мы видим Что если так будет Все продолжаться И все-таки Фонд капремонта Заработает Просто Наступит Быстрая ситуация Когда Не будет денег На выполнение Капремонта И необходимо будет Подключать бюджет То есть вот эти Три или три с лишним Миллиарда Которые сейчас Есть на счете Капремонта Фонда Да То есть когда говорят Что у нас не хватает Подрядчиков Это может быть Конечно так Но в то же время Есть опасность Того что Просто фонд Не сможет работать Без Бюджетного Финансирования Из области Когда эти деньги Закончатся Когда действительно Будет программа Выполняться Плюс Я вижу Что По крайней мере На примере Там Моего дома И еще Ряда домов И На основании Последнего Пресс-релиза Прокуратуры Кировской области Мы видим Что Имеет место Быть Сдвиг Сроков Проведения По капитальному ремонту На более поздний Там На пять На семь На десять лет У нас минуты остается Даже меньше И то есть Получается Твой дом Должен были Отремонтировать Например Заменить лифт В тридцатом году А поставили На две тысячи сороковой А почему Ты должен платить На десять лет Дольше эти взносы И получать Тот же самый Объем Работ по капитальному ремонту И сейчас Вот я знаю Заинтересованных лиц Которые планируют И уже Прокуратуру написали И планируют Войти В суд К правительству Кировской области Чтобы Вот Эти вопросы Урегулировать И вернуть обратно Сроки проведения Работ по капитальному ремонту Потому что Без решения Общего Собрания Собственников Передвижка Вот этих сроков На более поздний Не допускается Короткий вопрос Для понимания Спецсчет Переход на спецсчет Это выход из ситуации Вот такой Он вообще должен был Быть изначально Но к сожалению Когда этот законопроект Глава в жилищный кодекс Рассматривалась В первом чтении Вообще Не предусматривался Специальный счет Думали только Про общий котел Во втором чтении Добавили спецсчет А надо было Просто всем Дать специальный счет Потому что Ваши деньги Как может Чиновник из серого дома Сидя в своем кабинете Знать Как и когда Что должно ремонтироваться На твоем доме Который никогда не бывал В этом доме И не знает В каком состоянии Коммуникации И так далее Изначально Выход от того Чтобы ремонтировать Ветхие аварийные дома Это же один из Способов Отойти от этой программы По ремонту Ветхого и аварийного жилья По переселению Это Перейти на капитальный ремонт Массово Вот Надо было На специальный счет Изначально всех переводить И сейчас Так как мы имеем То что имеем Содействовать Максимально Собственникам По переходу На специальный счет Спасибо Закругляемся быстро Спасибо большое Андрей Воробьев Особое мнение Продолжим эти темы В наших следующих беседах До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok